Практически ежедневно нам приходится решать какие-либо маленькие или большие проблемы. Но иногда бывает так, что ресурса на их решение ни у самого человека, ни у его родных и близких нет. Проконсультировать, оказать помощь в рамках своих полномочий каждому жителю района помогают на расширенных приемах, во время которых глава Славянского района Роман Сенеговский совместно со своими заместителями и руководителями структурных подразделений администрации общаются с жителями. Спектр вопросов, помочь в решении которых просят славянцы, очень широк. И все чаще люди приходят, озадаченные социально важными вопросами не только для себя, но и для всего общества в целом. Уже совсем скоро весна вступит в свои права. Город и поселение украсят яркие цветочные клумбы. Парки будут манить пройтись по удобным мощеным тротуарам и посидеть в тени деревьев на лавочке. Культурно провести свой досуг. Это кинотеатр Кубань, место культуры и отдыха. А это строение за кинотеатром Кубань, место бескультурья и последствий отдыха. Когда-то на этом месте стояли мусорные баки. Но, как говорят местные жители, из-за них в подвале соседнего дома завелись крысы и мыши. Потому баки убрали. Вместо этого ежедневно, вечером для удобства населения, приезжает мусорооборочная машина. Но хоть баков и не стало, а привычка у многих осталась. Пакеты с мусором теперь просто оставляют на земле. Ольга Медведева, жительница соседнего дома, уже несколько лет ведёт борьбу с незаконной свалкой и теми, кто её создаёт. Конечно, это же местные, причём и ловили за руку, общались, но говорят, все кидают и я кидаю. Проблема возникла у нас давно. Пытались решить самостоятельно, пытались разговаривать с жителями, проводились собрания, писались объявления. Но как-то самим у нас уже не получается. Сами убирали. Мы неоднократно обращались в округ нашего за помощью, помогал и округ нам. Но уже как-то борьба всё никак не эта. Пришли попросить у главы помощи о восстановлении временной камеры. С этим вопросом Ольга отправилась на расширенный приём, который состоялся в субботу 3 марта. Проблему выслужил глава города Александр Берсенёв. Он выразил мнение, что установка камеры, которая позволит фиксировать лица нарушителей санитарного порядка, отучит их сбрасывать мусор. Потому городская администрация вплотную займётся этим вопросом. Славянск по праву называется гостеприимным, красивым и, что немаловажно, чистым городом. Наверное, большая заслуга в этом не только коммунальных служб, но и неравнодушных жителей, которые обращают внимание власти на общие проблемные места. Всего в этот день на приём главе района и его коллегам пришли более 40 человек. Подавляющая часть вопросов касалась благоустройства, в частности, грядирования и ремонта дорог и тротуаров. Каждая конкретная проблема имеет конкретное решение, отмечает глава района. По многим из поступивших в этот день вопросов, Роман Сенеговский запланировал выехать на место вместе с главой города Славянска-на-Кубани для принятия технических решений, определения объёмов и сроков исполнения. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...